Здарова всем! В этом видео мы поговорим о способах снижения температуры процессора. Рассмотрим, как они влияют на производительность в играх и почему это важно. Короче, будет интересно, я начинаю. Добро пожаловать! Спасибо, что нашли время заглянуть! Начнём с самого очевидного вопроса. Какой смысл? Дело в том, что мы можем столкнуться с троттлингом. Это снижение частоты процессора из-за перегрева самого процессора или фаз материнской платы. Это печально. Также, иногда сброс частот процессора бывает из-за power limit. Бораться с этим можно несколькими способами. Первый и самый эффективный это замена системы охлаждения. Второй это андервольтинг и понижение частот процессора. Третье это отключение гипертрейдинга. В этом видео мы рассмотрим детально второй и третий способ. Итак, начнём мы с процедуры андервольтинга. Прежде чем приступать к андервольтингу, нужно сначала посмотреть, какое напряжение на процессоре у нас в данный момент. Сделать это можно при помощи разных программ мониторинга системы. Например, в CPU-Z это можно посмотреть вот в этой вкладке. В AIDA64 это можно сделать во вкладке компьютер, датчики. И здесь мы находим напряжение и вот ядро ЦП. Как видите, данные, которые показывают CPU-Z и AIDA64 одинаковые. Вот, иногда бывает такое, что CPU-Z немножко занижает вольтаж от фактического. Поэтому лучше на всякий случай посмотреть вольтаж в нескольких программах. Вот, в HV-Info. Также я советую больше доверять программе HV-Info. Она может считывать данные со всех датчиков, которые есть на компьютере. В качестве стресс-теста я использовал AIDA64. Но если ваш процессор поддерживает AVX инструкции, то лучше после андервольтинга погонять его ещё в каком-нибудь стресс-тесте, который использует AVX инструкции. Значит, тест стабильности системы я проводил с вот такими вот настройками. Теперь переходим к самому андервольтингу. Итак, шаг первый. Заходим в BIOS, зажимая кнопку DELETE при включении компьютера. Второе. Находим раздел с настройкой разгона. И выставляем фиксированный множитель процессора. Для того, чтобы процессор работал на фиксированной частоте, и нам было проще подбирать под эту частоту вольтаж. Третье. Ищем раздел с настройкой напряжения процессора. У меня он называется CPU Voltage Mode. Устанавливаем значение MANUAL. У вас эти настройки могут называться по-другому, в зависимости от BIOS вашей материнской платы. Я решил начать с вот такого напряжения. Его мы потом понизим. Кстати, сейчас продемонстрирую, что будет, если вы поставите слишком низкий вольтаж на процессоре. Все, приехали. Моя песенка спета. Не волнуйтесь, просто вытащите батарейку из вашей материнской платы и снова вставьте, чтобы сбросить настройки BIOS. Если же Windows загрузилась без синих экранов и прочих проблем, то переходим к четвертому шагу. Это прохождение стресс-тестов. Если все хорошо, то повторяем эти действия снова. В моем случае оптимальный вольтаж для частоты 3,6 ГГц составил 1,272, против 1,304, который устанавливала сама материнская плата. Также, если вы фиксируете частоты выше базовой, то не забудьте включить функцию LLC, пресс-тестов или работы самого компьютера. Думаю, с этим все понятно. Также температуру можно снизить путем снижения частоты процессора и отключения гипертрейдинга. О снижении частоты процессора я уже делал видео ранее. Сейчас вылезет подсказка. Минус данного подхода в том, что уменьшается производительность вашего процессора. Но вот с отключением гипертрейдинга не все так однозначно. Дело в том, что разные игры реагируют на гипертрейдинг по-разному. В каких-то FPS повышается при его отключении, в каких-то он падает. Какие-то вообще не видят разницу. В общем, эта тема показалась мне интересной, но это тема для отдельного видео. Здесь мы говорим о температурах, поэтому тестировать мы будем только в NetForce Speed Payback и в стресс-тесте AIDA. Итак, для начала давайте сравним данные, полученные из стресс-теста AIDA64. Для тестов я использовал Core i7-870 на частоте 3,6 ГГц. Результаты вы сейчас видите на экране. Как видите, мне удалось понизить температуру ядра на 2 градуса. Стоит отметить, что отключение гипертрейдинга существенно снизило температуру, но отключать его я бы не советовал, так как это все-таки влияет на производительность процессора. Хотя в некоторых играх вполне может быть небольшой прирост FPS от отключения гипертрейдинга. Все это зависит от конкретной игры или приложения. Вот как отличался FPS в NetForce Speed Payback с гипертрейдингом и без. Тестировалась игра с вот такими настройками графики. С частотой процессора в 3,8 ГГц и вольтажом 1,264. Тесты проводились так. Я ездил по городу на протяжении 10 минут, записывал логи через HVInfo. И вот что получилось. Температура без гипертрейдинга существенно ниже, чем с... Но это в принципе предсказуемо. Вот лучшие комментарии. Всем спасибо за просмотр. Если вы нашли в моем видео какую-то ошибку, то напишите об этом в комментариях. Все, на этом у меня точно все. Всем удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok